Сезонный спрос, который существует в летний период, требует увеличения объемов производства, в связи с чем требуются дополнительные рабочие руки. Мы получаем хороший, солидный трудовой ресурс, а студенты имеют возможность в летний период подработать. Порядка 450 ежемесячных человек работает, ну и за лето проходит около 800-1000 человек за летний период. Какие работы выполняют студенты? Это сборочные работы, невысокой квалификации, потому что достаточно быстрая адаптация происходит. У нас есть система наставничества, собственный сотрудник передает знания в технологическом процессе, в процессе приобщения к корпоративной культуре, к нормам и правилам поведения, которые установлены в компании. Это проходит все достаточно быстро, за 10 рабочих дней студент сдает экзамен и допускается к самостоятельной работе. В целом оплата за выполненную работу абсолютно такая же, как и у наших работников. Плюс у студентов имеется питание, которое обеспечивается за счет льгот, которые предоставляются для компаний. Мы обеспечиваем спецодеждой, но для студентов организовываются программы культурного, спортивного отдыха, поэтому жизнь достаточно насыщена в легкий период. Они работают две смены, 5 дней с 6-45 до 15-15, следующая неделя с 15-15 до 23-45. Все трудолюбивые, завязаны под работу. Они нам очень сильно помогают каждое лето. Здесь я готовлю в холодильнике к тому, чтобы они заполнялись пеной между шкафом и металлической коробкой. В студентском движении я уже четвертый год, поэтому, можно сказать, ветеран. А именно на проекте «Атлант» то второй. Сюда я пошел в качестве командира отряда студенческого своего под названием «Эйфория». Так сказать, показывать молодежи, как можно весело и здорово провести лето. Здесь же не только мы работаем, плюс в свободное время мы еще проводим всякие мероприятия, поэтому... А денег, да, конечно, хватает. С каждым годом все, заработная плата все выше и выше. Я ездила и в том году тоже с отрядом в проекте, но я была комиссаром. А в этом году я уже сама собирала ребят для себя, чтобы поехать в качестве командира. Сначала, конечно, тяжеловато, но постепенно все успеваешь делать. Я рада, потому что мне движение отряда, это мне очень нравится, это прямо в душе. И с хорошими ребятами это всегда круто.